Житель села Колпаны советского района Николай Вытоптов повестку в армию получил в 44-м году. В Бийске посадили в эшелон и повезли в Красноярск, где его и других новобранцев до апреля 45-го обучали военному делу. В конце месяца отправили на Дальний Восток. Там получили команду выдвигаться к китайской границе для помощи поднебесной в освобождении городов от японских оккупантов. Шли мы как? Ночью шли, днем все в тайге, на дороге никого не было, чтобы не засветиться. Подошли к границе, нейтральная полоса, вспахана примерно на 200, шириной полоса идет, нескончаемая на лево и направо, вперед и назад полоса. Воробей, если немножко заметно будет, поэтому шпионы легко было обозначить нашелось. Что японцы умудрялись сделать? Привязывали якобы копыта коровы, ну и шагали через это. Ну наши опытные пограничники были, они старше возраста, опытные, они все это обнаружили. Советско-японская война, ставшая последней крупной компанией Второй мировой, длилась меньше месяца. За это время боевых действий прошло немного, вспоминает фронтовик. Но нашим солдатам порой было непросто различить, где враг, а где союзник. Если со стороны вы, например, или кто-то, их не распределить, что японцы, что китайцы узкоглазые. Он переоделся к китайцам, а он солдат японский. Забирали его и все. Взять в плен японца, рассказывает ветеран, было невероятно сложно. Попав в окружение, азиатские солдаты, словно самураи, совершали харакири, чем шокировали советских бойцов. И все же наши и здесь взяли победу. Прежде всего, тактикой и стратегией. Матушка Россия, тысячу лет ей исполнилось, например, так. Она у всех поперед горло. Ну, кто только. И монголы, и татары. Ну, кто только на Россию не пытался. Ну, русский мужик настолько он терпелив, что ли, или сил, энергии ему уникает. Ну, пытались победить-то, слава Богу. Уж война отечественная была. И издевались там, и все такое. Ну, выдержали. Из армии Николай Константинович уволился только в 52-м. Говорит, Бог миловал, и за все время ему не пришлось брать грех на душу и лишать кого-либо жизни. При этом он признает, многие солдаты заплатили куда большую цену за Великую Победу. И вместе с родными он поздравляет с наступающим 9 мая всех тружеников тыла, всех ветеранов Великой Отечественной. Давай выпьем за победу. Да, за Великую Победу русского народа. Елена Макаренко, Вадим Быстревский. День с толком.